Здравствуйте, дорогие друзья! Вновь в эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В свое время в семинарии, в которые я учился, ходила такая шутка «Как узнать, православный ты или еретик?» Сдать экзамен по догматическому богословию. И сразу все встает на свои места. Вот мы решили начать сегодня интересный диалог на тему «Не еретики ли мы?» «Действительно ли мы умеем правильно славить, правильно понимать и правильно исповедовать Господа Бога?» Говорить об этом будем с нашим гостем, отцом Дионисием Кузнецовым. Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте. Отец Дионисий, сначала с каких-то общих вещей, мне кажется, надо начать. Человек не очень любит, когда его обвиняют, тем более обвинение такое очень серьезное, когда ему в лоб говорят «Ты еретик». Поэтому нужно немножечко расчертить проблемное поле. Мы этим занимаемся традиционно в первых наших передачах цикла. Напомним, опять же, для наших телезрителей, что нам предстоит не одна встреча. Мы постараемся, насколько это нам позволит и время, и силы, и интеллектуальная база, полновесно раскрыть этот вопрос. Но всегда надо разобраться с некоторыми терминами. Всякое ли заблуждение является ересью, вообще, что называется ересью в церкви. Ну и в конечном итоге, завершением нашей беседы из цикла трех передач, мне бы хотелось, чтобы мы сумели сформулировать ответ на вопрос, вообще, все ли равно, как верить. Вот. Может быть, можно быть еретиком и при этом быть абсолютно чадом Божьим, и тогда не стоит вообще задаваться вопросом, как я верую. Вот. И чему мешает исповедование той или иной ереси в духовной жизни человека? Давайте начнем с каких-то общих вопросов. Что же такое ересь? Ересь в понимании православной церкви – это такое воззрение, исповедуемое публично, что очень важно, которое противоречит общецерковному пониманию важнейших догматов церковных. То есть, ересью будет не всякое разномыслие, скажем так, противоречие. Да, то есть, есть вопросы традиции. И традиция отличается не только между поместными церквями, но и традиции между соседними приходами могут отличаться. И вот это разномыслие, разный подход не будет считаться ересью совершенно. Но там, где мы говорим о Боге, наше понимание Бога, оно у христиан все-таки должно быть единым. Почему я говорю должно быть? Потому что от того, как мы понимаем Бога, напрямую зависит наш путь к спасению, то, как мы его понимаем. Потому что очень часто приходится слышать разговоры о едином Боге между теми людьми, которые исповедуют разные религии. И вот как раз, почему невозможно, скажем так, вместе молиться единому Богу, допустим, христианам, мусульманам и верующим других религий, именно потому что очень разное понимание Бога. Даже если есть вера в единого Бога, то очень разное понимание его. И поэтому для христиан важно понимать одинаково, каков Бог. Это сложно. И поэтому в истории церкви были сформулированы те догматы, которые определяют, каков Бог. Большей частью они есть в символе веры. Вот эти 12 основных догматов. Кроме них есть еще три догмата о двух природах, двух волях. И догмат, косвенно говорящий о Боге, о иконопочитании. Вот эти 15 постулатов, они являются основными догматами христианской церкви. Давайте тогда уж последовательно. А что же тогда такое догмат? Как вообще он появляется? И не является ли это таким рукотворным человеческим актом? То есть это не Господь определенным образом. В Евангелии, например, Христос, разговаривая с апостолами, говорит, вот так-то нужно понимать мою природу. Мы вот этого всего не находим. Соответственно, как формируются догматы и догматическое богословие? Догматы формируются, безусловно, людьми. Формулируются. Формулировки догматические у нас на Вселенских соборах были сказаны. Но они формулируются, опираясь на Священное Писание. Это очень важно. То есть догмат всегда должен быть сформулирован на основе тех воззрений, которые открыты Богом через Священное Писание. Да, Священное Писание тоже записано людьми. Но как раз много чего было сказано, допустим, о Христе, но не все, что было сказано о Христе, вошло в Евангелие, в Священное Писание. То есть сначала идет соборное утверждение апостолами, свидетелями слов и поступков Иисуса Христа. И это утверждение фиксируется в четырех канонических Евангелиях. И потом уже с опорой на эти четыре Евангелия формулируются догматы. И всегда, конечно же, формулировка догмата происходит не сама по себе, а в ответ на какое-либо недоумение, разномыслие, как сказано в книге Диэнь. И, с одной стороны, разномыслие должно быть, чтобы открылись среди христиан искусные, опытные. С другой стороны, это разномыслие, если оно опирается не на желание узнать, каков Бог на самом деле, а на желание навязать свое представление о Боге, как было, например, с первыми, наверное, древнейшими эритиками, гностиками. Если оно не опирается на Бога откровения, то тогда тем, кто искал Бога по-настоящему, приходилось формулировать догмат, чтобы не то, чтобы отстоять свое понимание истины, а сформулировать то понимание Бога, которое содержится в самом Священном Писании, и предупредить, что вот за этим рубежом будет то понимание Бога, которое не опирается уже на Священное Писание. Поэтому споры между собой древних отцов, формулирующих догматы, касались прежде всего то, насколько те или иные формулировки соответствуют Священному Писанию. И поэтому так трудно было провести именно Первый Вселенский Собор. Потому что, во-первых, это происходило впервые, действительно, вот чтобы отцы могли так вот собраться и сформулировать догмат церковный. Вырабатывался свой тезаурус. Да, да. А во-вторых, действительно, не всегда самые точные слова есть в Священном Писании. Слово «единосущное», например, которое мы знаем по символу веры, сформулированное на Первом Вселенском Соборе, его нет в Священном Писании. Но, по мнению отцов Собора, оно точно описывало все то, что было сказано в Библии о Сыне Божьем. И поэтому вот эти формулировки, совместные, соборные, как у нас принято говорить в Церкви, стали догматами. И потом Второй Вселенский Собор точно так же эти формулировки уточнил, дополнил. И таким образом они составили ядро учения Церкви, догматическое. Вопрос. Любое ли заблуждение, любая ли, скажем, вольная мысль оформляется в ересь и становится ересью. Потому что, например, сейчас почему-то вспомнился отец Сергий Булгаков с его софиологией. И когда его обвиняли в том, что он якобы в Троицу ввел четвертое лицо, он говорил, да не то я имел в виду. Просто в моем лексиконе пока тоже не подобрано слово. Я говорю теми словами, которые, к сожалению, имеют двойной смысл. И то, как вы считываете, не является тем, как я говорю. И вот вопрос, скажем, человек, богослов, он сидит, размышляет. И вдруг, ну, как бы он выходит на какую-то новую высоту, как для всей полноты Церкви, так и для себя самого. И вот, например, он может заблуждаться. Сразу же ли он становится еретиком? Нет. Тогда, когда обсуждение этих своих идей побуждает его сказать, я прав, а вы все ошибаетесь. Вот тогда, наверное, это действительно серьезный шаг уже к ереси. Потому что советование, как говорил святитель Игнатий Бричнинов, с единомышленниками, с единомысленными тебе братьями, это важный критерий осознавания себя в Церкви для христианин. Не то, чтобы идти в ногу со всеми. Вы правильно сказали о том, что богословская мысль не стоит на месте. И каждое поколение богословов и христиан вообще формулирует понимание Бога по-своему. И новые термины нужны для того, чтобы уточнить прежде всего свое понимание. Но если христианин, скажем так, движим тщеславной мыслью открыть новые горизонты в богословии, то всегда за этим следует падение. Если же человек хочет узнать Бога и не находит других слов, то есть уже есть какие-то слова в Церкви о Боге, уже используемые, но ему не хватает точности выражения, ему лично не хватает. И он находит что-то свое. И он приходит с обсуждением этих новых слов к единомышленникам. И единомышленники могут принять, могут с опаской отнестись. Не было такого раньше слова. Зачем ты это придумал? И он объясняет свою позицию. Зачем он вводит новое слово? И если в его, скажем так, позиции есть опора, прежде всего, на божественное откровение, на Евангелие, то тогда, раньше или позже, его мнение принимается всей полнотой Церкви не потому, что он был прав, а потому что его понимание соответствует тому, что сказал сам о себе Христос. Вот у одного из современных нам с вами миссионеров, проповедников, я встретил интересное определение еретического, что он отталкивается от мысли апостола, вернее даже не апостола, нет, от евангельской мысли, что я принес вам истину и истина освободит вас. Он говорит о том, что истина это то, что освобождает нас, освобождает от страстей. Соответственно, еретическое это то, что в нас как бы закрепляет страсти и то, что служит страстям. Вы согласны с этим определением? Да, наверное, можно было бы согласиться, но только не всегда мы можем проследить этот механизм внутри себя, как действия вот этого. Да, и поэтому, если человек действует чистым сердцем, То есть искренне заблуждается? Сразу можно, нет, не то чтобы искренне заблуждается, но действительно чистым сердцем, да, размышляет о Боге. Но тут же каждый христианин скажет, а разве у меня есть такая возможность рассуждать чистым сердцем, я же еще не исправлен. И здесь как раз лежит корень для того, что вы обозначили в вступлении к передаче, неретики ли мы. Мы чаще всего действительно придерживаемся неправого исповедания и веры внутри себя. Просто далеко не всегда мы это в себе осознаем и проговариваем. Потому что до тех пор, пока человек несовершенен, его суждение о Боге не истинно, или, скажем так, не совсем истинно. Потому что даже вот эти догматы, которые мы исповедуем, когда читаем или поем символ веры, может ли христианин сказать, что он все в них понимает? Далеко не всегда. Это касается не только миря, но и священнослужителей. Обычно практическая сторона жизни церкви затмевает догматическую, вероучительную сторону церкви. И хотя священники на проповеди могут снова и снова возвращаться к христологии, но все равно для людей это может по-разному отзываться. Сам священник, выходя на проповедь, безусловно, говорит о своем понимании Христа. Да, в рамках канонов. Но какие-то вещи чаще всего не то, чтобы новая ересь какая-то формулируется, хотя бывает, к сожалению, и такое в проповеди. А скорее недораскрытие. Мы остаемся в рамках тех тем, которые нам понятны и привычны. И многое упускаем именно в силу ограниченности своего духовного опыта. Из-за этого мы еретики в таком, скажем так, минималистическом смысле. То есть мы мало думаем и говорим о Боге. И в этом чаще всего наша ересь. Потому что сводить веру христианскую к практической пользе, это, наверное, одно из самых популярных и в то же время неосознаваемых заблуждений. Вы уже сказали, говоря про догматы, что догмат является реакцией на ересь. Тогда может возникнуть логичный вопрос. А нет ли в ереси пользы? Получается, для того, чтобы развивалось наше богословие, опять же, чтобы богословская мысль начала формулировать некоторые термины, начала их прояснять, нужно, чтобы появился некий человек, который возьмет на себя смелость как-то размышлять и говорить, не так, как это принято в официальной церкви. — Да, безусловно, можно было бы так сказать, что формулирование новых идей, побуждая церковь, скажем так, реагировать и формулировать свое учение четче, и потом последующим поколениям христиан есть готовый материал для размышления и изучения, учения церкви, да, прежде всего. Но говорить о том, что ересь полезна, наверное, неосмотрительно, это как все равно, что сказать, что болезнь полезна для развития медицины. Потому что действительно медицина тоже опирается на борьбу с болезнью. И если нет проявления болезни, то и развития медицины в этой области не происходит. Но сказать, что сама болезнь полезна для человека, ну, в том смысле, что укрепляется иммунитет у некоторых людей, а кто-то умирает. И готовы ли мы ради развития медицины пожертвовать, скажем так, каким-то количеством жизней? Не думаю, что для христиан это будет верное рассуждение. Вот, поэтому ересь, с одной стороны, обсуждение ерести, скорее, обогащает жизнь церкви, обсуждение ерести. Потому что нам сейчас, может быть, кажется это таким странным сетованием с Григория Низского о том, что вот хожу я на рынок, а даже там догматы обсуждают. Даже на рынке уж там-то зачем. А сейчас, может быть, священным служителям не хватает такого, что простые люди интересуются догматами церкви. Нам, может быть, этого хотелось бы. Мы, может быть, не возмущались бы, как святитель Григорий, а радовались бы. Вот. Но этот интерес всегда важен. Почему? Почему святитель Григорий был недоволен этим? Не тем, что на рынке обсуждается это. А тем, что этот интерес праздный, как интерес к спорам, кто к шоу, например. Вот, отцы собрались на жаркий спор. Интересно за ними понаблюдать. Сама истина зрителю, может быть, совершенно неинтересна. Но интересно, кто, как, кого уел аргументами. Вот. Посмотреть со стороны, да, вот на эту битву, скажем так, словесную, да, спор. Потому что с античных времен в Средиземноморье был вот этот культ спора, философского спора. И потом, когда многие жители Средиземноморья стали христианами, эта склонность понаблюдать за спором умных людей, никуда не делась. Но приводит ли она слушающего к богопознанию, к совершенству? Вряд ли. И вот именно об этом обечалился святитель Григорий. Потому что интересоваться божественными догматами, учиться отстаивать свою точку зрения в споре с еретиком, это одно. А просто любить спор ради спора, это, наверное, совершенно другое и вряд ли полезно. Интересен еще и вопрос, есть ли вообще какой-то генезис у ереси. Мы привыкли, что, там, скажем, арианство ересь четвертого века. И говорим, что, ну, вот там вот первым Вселенским собором и первыми десятью определениями символа веры все, ересь побеждена. И это, мне кажется, было бы ну, слишком большим таким обобщением и огрублением, потому что понятно, что арианство исповедовал не только арий. И арианство не закончилось с осуждением арии, и что есть определенное движение дальше. Именно это ереси. Потом также появляется анистарианство, монофизитство, монофилистство и так далее. То есть они, на самом деле, никуда не уходят. Они как-то, ну, как болезнетворный вирус подстраиваются, или какие-то новые мутации этих ересей там проявляются, являются. Есть ли вот какой-то генезис? С какого момента вообще ересь христианская появляется? То есть это четвертый век или это все-таки раньше? Раньше. Вот. И как, ну, разнятся ли вопросы, которые, скажем, объявляются еретическими? Одно дело, там, скажем, эпоха вселенских соборов, ну, а потом мы можем перенестись, не знаю, в западное христианство и все эти альбигойцы, катары, которые объявлялись еретиками вовсе даже не за то, в общем-то, что они исповедуют. Не так Христа. Там, скорее, это была такая политическая борьба с инакомыслием. Вот как мы можем, какие-то, может быть, этапы, если понятно, что это сейчас не научная лекция, как вы это себе видите? Как менялась, трансформировалась ересь? Скажем так, еретическая мысль, способность к ереси, она в церкви существует всегда с самых первых дней существования церкви, потому что, когда Петр вышел на проповедь свою первую, обратился к людям, он благоуставовал им Христа. И в конце, рассказывая о Христе, о том, что Сын Божий действительно воплотился, что Мессия пришел, он закончил обвинением, а вы его не узнали и распяли. Вот. То есть, это можно было бы не называть ересью только по формальному признаку, потому что те, кому он обращался, не были христианами. Вот. И поэтому, тем, такое вот неправомыслие, приведшее к распятию Христа, оно как раз является корнем борьбы верующих людей с Богом. Изначально, с древних времен, до пришествия самого Христа в мир и его проповеди, когда пророки приходили и приносили откровения от Бога людям, люди чаще всего спорили с откровением. Почему? Потому что Бог говорит неудобные вещи. Они мешают жить комфортно. Вот. И поэтому замолчи и не говори. Вот. И поэтому ересь, как неправомыслие, существует в жизни верующих людей с самого начала. Вот. И потом с апостольских времен выработался в церкви навык обсуждения важнейших вопросов на соборах. Еще до Вселенских соборов был апостольский собор, были поместные соборы, и благодаря, скажем так, прекращению гонений удалось собрать Первый Вселенский собор. Если бы не было таких гонений, он был бы раньше. Потому что было что обсуждать. И обсуждали отцы. И раньше. Вопросы Богомыслия. Вот. И получается, что само зарождение ереси в жизни церкви начинается с того, что люди делятся на партии между собой. Апостол Павел говорил в своих посланиях, предупреждал христиан, что не нужно делиться на партии между собой по духовному лидеру. Кто за кем, за каким учителем, за каким апостолом идет. Потому что мы все христиане. с другой стороны, естественно, для людей разномыслие. Естественно, не потому что хорошо, а потому что это следствие того, что мы все разные. Следствие того, что мы, будучи несовершенными, по-разному понимаем Бога. И вот эти споры вокруг благопознания, они приводят людей к тому, что они могут забыть о своем христианском состоянии, желании навязать истину. Но это ведь вполне человеческое желание. Не только христиане спорят между собой по мировоззренческим вопросам. Люди, неверующие или не церковные, точно так же спорят между собой по политическим или философским вопросам, даже если они сами этого не осознают. Очень часто разделяется семья, например, из-за каких-то таких серьезных разногласий. И то же самое происходит у христиан вследствие того, что мы желаем, чтобы наше мнение было принято большинством. И вот когда христианин такое желание в себе не контролирует, то тогда действительно могут происходить даже религиозные войны между христианами. То есть тогда, когда аргумент силы, я заставлю, буду вынуждать тебя принимать мою точку зрения, он является главным, конечным, вернее, в споре. и это очень печально, когда так происходит. Вы упомянули о том, что действительно еретические движения продолжались и после эпохи Вселенских Соборов, и не только на Западе, и в Русской Православной Церкви точно так же были. Но характеры этих изменений разный, еретических движений разный. Даже, скажем так, на Западе больше похожи на то, что происходило у нас в Русской Церкви. По обрядовой стороне чаще всего происходило у нас разделение. До того, как Церковь разделилась на Восточную и Западную в XI веке, традиционно на Западе упрекали византийских богословов в том, что они копаются слишком сильно в деталях. И долгие века действительно западные христиане выглядели менее склонными к спору. Именно потому, что приняли какое-то определение, все, мы его держимся и никуда не уходим. И уже спорим из-за обрядовых вещей. То есть споры были на Западе, но из-за обрядовых вещей. А византийцы из-за одной буквы, из-за одной йота действительно могли десятилетиями, иногда веками продолжать споры. И поэтому действительно во зрение Арии никуда не ушли из Византий. Только с необходимость воевать с наступающими османами, она вынудила византийцев отвлечься от богословских споров. И сейчас они сами жалеют о том, что они потеряли такое богатство в мысли, что борьба за национальную независимость, которая важна, конечно же, тоже, она отодвила на второй план вершины богословских споров и мыслей. И действительно византийская традиция споров о боге, она обогащала церковь, потому что позволяла формулировать точнее понимание. Это во-первых, во-вторых, сохраняло в христианах неравнодушие к богопознанию, что очень важно. И потом в русской церкви у нас не было преемственности от Византии, просто по объективным причинам у нас не было развитой школы богословской мысли на Руси. Мы приняли христианство в той форме, как оно было нам проповедано. И потом споры действительно, если происходили, то чаще всего по обрядовой стране. Например, ересь трегольников касалась прежде всего на Руси обмерщения церкви. Спорили с этим. И как вы помните, реформация на Западе была по той же причине. Недовольство обмерщением иерархии привела к реформации на Западе. Просто на Западе так или иначе реформацию не удалось задавить католической церкви, а у нас на Руси благодаря тому, что это одно было государство, все в рамках, и можно было использовать, так сказать, силовой ресурс государственный, удалось все это задавить на корню и уничтожить. Но при этом это не ересь в догматическом смысле. Это раскол, безусловно, как потом в последствии старообрядческий раскол, но по обрядовой стороне. И поэтому если говорить, что такое ересь в широком смысле, то можно было бы сюда включать и раскол тоже. Но с точки зрения учения, догматического учения церкви, раскол не является ересью, а скорее печальным следствием того, что люди увлекаются обрядовой стороной больше, чем смыслом. Хозяин Дениси, на сегодня наше время подходит к концу. Мы широко и общо попытались дать определение термину ересь. в следующий раз я предлагаю уже начать говорить о том, что называется ближе к телу. Мы будем говорить о том, какие ереси живут сейчас среди православных. Естественно, на ваш взгляд, никаких статистик в данном отношении нет, но что вы на своей практике как священник встречаете, общаясь с людьми, и то, что люди иногда подсознательно выдают какие-то вещи, я думаю, что это будет очень интересно обсудить. Также, я думаю, что будет интересно обсудить, является ли ересью то, что называется сейчас ересью экуминизма, модернизма, обновленчества и так далее. С вами, дорогие друзья, мы на сегодня прощаемся. В следующий понедельник присоединяйтесь к нам, мы продолжим очень интересный разговор. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин